здравствуйте дорогие друзья итак недельная глава ваехи йосиф яков заканчивается эпоха про отцов вообще вот обратить внимание успех неудачи все это очень относительная вещь часто то что мы когда-то считали успехом потом повернулась неудачей наоборот в любом случае там заработок денег здоровье карьерный рост мы все безусловно считаем удачи это правильно наверное связи физической точки зрения с точки зрения физического мира с точки зрения духовного мира не всегда так все происходит может именно попадание человека на какое-то там более высокую должность какой-то успех приводит в конечном счете совсем другим результатом не тем для которых душа спускалась в этот мир не зря пишут о том что йосиф самый для конец самый старший братьев умер первый его жизнь была вообще непростая великий правитель от тюремной ямы до дворца фараонов обратите внимание еще есть вы знаете какая то вот есть такая ну может быть последовательность всегда что неудача является неизбежной частью даже самых успешных людей вот кто их прошел и победитель может очень многие гении застряли по дороге первый роман и джанру гарри поттер отвергли 12 издательств она не могла даже куда бы она только не посылала эту рукопись повелитель мух книга которая стала нобелевскую премию получила потом она сколько по моему 21 отказ написано получила о чем-то стив джобс получил перед тем как у него так вышло сначала уволили из компании потом который он основал диагностировали у у него онкологию и еще и не вместо того чтобы покориться неизбежным он совершенно другим человеком стал еще один маленький пример в великобритании в лондоне была группа такая музыкальная и когда она пришла на прослушивание студия вынесла вердикт что компа группа она называлась битлз у нее нет будущее в шоу-бизнесе что музыкалка закончилась шоу шестьдесят второй год все это изречение к одному единственному изречению знаменитому черчилля успех это способность двигаться от поражения к поражению не теряя энтузиазма все вот это вот нам и хочет между прочим сказать и наша недельная глава йосиф несмотря на все на всю эту жизнь он величайший человек но урок который мы должны излезть для себя звучит так но даже великие люди задают себе вопрос почему в такой ситуации правильно задать себе вопрос один чего бог хочет научить меня почему я нахожусь той или иной ситуации они почему такая ситуация была со мной но уже много рассказывали про франкла там который во время холокоста великий психолог он изучал людей он смотрел те кто выстояли кто находил смысл он говорит выстояли тексту задавали себе вопрос не под точнее задавали вопрос не почему жизнь так со мной поступает а что жизнь хочет от меня в этот момент почему я в такой ситуации да и когда мы ответим на этот вопрос да то получается что жизнь наша полна смысла даже если она прожита там в какой-то печали смотрите конечно все хотелось чтобы все время раздавались одни конфеты с точки зрения ребенка наказание представляет собой что железное зло а с точки зрения родителей отца это должно пойти ребенка во благо наша цель смотреть на историю глазами бога нашего отца да между прочим вот хасидизм в первую очередь большим того он учит нас немного что использовать глаза ума и смотреть вообще на внутреннюю цель каждого объекта каждого творения каждой ситуации с которой мы вступаем в контакт нет случайности нет не каждое происшествие каждая встреча все что мы видим все что мы слышим все направлено чтобы нас чему-то научить или что-то для именно для нас не для кого-то другого вопрос один что бог хочет нас научить вот этот момент времени чему он нас учит люди всеми стремятся так не надо останавливаться к счастью понятно что хочется надо остановиться знаете есть такая притча большой пёс увидел щенка тут за хвостом гоняется он говорит ты что щено говорит то я изучил философию я знаю что счастье наше это самое главное наше счастье в хвосте я его когда догоню вот выйду счастливый пёс говорит знаешь я тоже интересовался мировыми проблемами и тоже знаю что счастье и знаю что хвост но вот ты знаешь я заметил куда бы я не шел чтобы я не делал хвост всегда со мной за ним не надо гоняться наше настоящее предназначение находится там где мы находимся в данный момент и вообще написано что весь наш мир это гигантская стройплощадка где мы строим что жилище жилища царские хоромы кому самому творцу и такова наша конечная цель творения да в этом мире ее сформулировали наши мудрецы следующим образом создать жилище всевышнему в нижних мирах то есть у нас величайшая цель вот к ней мы должны стремиться по дороге плакать иногда приходится или смеяться это во многом зависит от нас надо помнить что мы делаем великую работу строительства жилья всемышнему брахавы от слаха